Всем привет друзья! Часто мы с вами сталкиваемся в жизни с такими ситуациями, когда один товар значительно дороже другого товара. Это относится к самым разным товарам, изделиям, например, велосипед или какое-то другое изделие. Стоимость товара напрямую зависит от того, сколько было усилий и труда вложено в данный товар, чтобы его произвести. Ведь чтобы произвести какой-нибудь дешевый товар, на него нужно потратить меньше времени, чтобы изготовить те или иные материалы, нужно затратить меньше средств. А чтобы сделать автомобиль из хороших материалов, нужно потратить больше человеческих ресурсов. Это касается абсолютно всего в нашем мире. Почему автомобиль с дизельным двигателем стоит дороже автомобиля с бензиновым двигателем? У одного и того же производителя, у Тойоты, например, или Мерседес, одна и та же машина, но с разными двигателями будет стоить по-разному. С дизельным двигателем значительно дороже. Почему же дизельный двигатель дороже? Ведь там используется более дешевый вид топлива, солярка, дистоплива. И что солярка, что бензин делаются из нефти. Причем дизельный автомобиль в таком же кузове может стоить чуть ли не в два раза дороже бензинового. Дизельный двигатель так устроен, что в него что-то новое трудно привнести. Какие-то новые технологии. Дизель как был сто лет назад, так и в принципе ничего в нем не изменилось. Все те же старые технологии. Вид впрыска только изменился. Хотя все равно впрыск у дизеля всегда был под высоким давлением. С того момента, как придумали более-менее похожие на сегодняшний дизели. Современные дизели производятся по технологиям 20-летней давности. Хотя сегодня дизели почти не идут без турбин. Турбодизели сейчас. Нам кажется, что если дизельный двигатель строится по старой технологии, то значит это плохо, но это не так. Дизельный блок цилиндров как был чугунный, так и остается по сей день. Бензиновые же двигатели постоянно делают все легче и легче. Блок цилиндров делается алюминиевый и в цилиндр вставляется стальная гильза. В бензиновых двигателях инженеры сегодня стараются облегчить все. Поршни, кольца, маслосъемные, компрессионные кольца, шатуны и даже коленчатые валы. А дизельные двигатели пока еще не решаются облегчать, ведь у дизеля высокое давление при работе. Он может просто лопнуть. Блок цилиндров делается из чугуна. Все шатуны чугунные, тяжелые. Поршни, чугунные, кольца, коленчатый вал. Все должно быть крепкое у дизеля, ведь у дизеля большое давление. И дизель должен в связи с этим проходить большие ресурсы, ведь вы бы были огорчены, если бы купили трактор новый какой-нибудь Джон Дир для работы в поле. И через время там сломается двигатель. В дизеле все крепкое, массивное, все детали намного крепче, чем в бензине. Следовательно, чтобы вылить такой крепкий металл, такие изделия, крепкие шатуны, крепкий коленчатый вал, нужно затратить больше сил и человеческих ресурсов. Если у дизельного двигателя сделать блок цилиндров с тонкими стенками, его просто разорвет из-за большого давления при работе. Поэтому даже сейчас, в век, когда маркетологи строят двигатели, а не инженеры, дизельный двигатель все так же остается надежным и прохаживает полмиллиона километров с легкостью. Но тенденция такая, что сейчас стали делать уже дизельные двигатели с алюминиевыми блоками цилиндров. Дожились. У дизеля есть несколько видов впрыска. Об этом можно посмотреть в видео на канале Виды впрыска. У дизеля бывает впрыск обычным ТНВД, а бывает впрыск с раз в 10 большим давлением. Впрыск называется GDI. Есть насос высокого давления и форсунки. Давление создается еще больше и, соответственно, вся эта система впрыска стоит дороже, потому что она сложнее. Также на дизелях ставится система впрыска Common Rail. Это запатентованная система впрыска компании Bosch. И за эту систему также нужно переплатить. Также на дизельном автомобиле, если дизельный двигатель тяжелее, весит больше, значит и подвеска там должна быть жестче. Чтобы вы понимали, дизельный двигатель тяжелее в два раза такого же бензинового аналога. Все из чугуна. В дизеле используется везде чугун. Блок цилиндров, поршни, чугунные. Поэтому инженеры должны еще и правильно рассчитать подвеску. Поставить усиленные пружины, амортизаторы, надежные сайлент-блоки, рулевые тяги, крутые рычаги. Надежные. Опять же, чтобы такие крутые запчасти произвести, опять нужно больше человеческого ресурса потратить. Усилий. Хотя по логике, если взять два Порша Кайен, один дизельный, другой бензиновый, то запчасти же заказываются на них одинаковые. Одинаковые рычаги на Порш Кайен. Значит, возможно, получится так, что у бензинового Порша будет больше ресурс подвески, чем у дизельного. Из-за того, что на бензиновый Порш сразу разрабатывались пружины и рычаги, как под дизельный. Вопрос остается открытым. Еще один пункт, почему дизель дороже, у дизеля больший крутящий момент. Если взять Киа бензиновый 2 литра, крутящий момент у него будет 353 ньютона метров. А у дизеля Киа 2,2 литра, крутящий момент будет 441 ньютона метров. На целых 100 единиц больше. Поэтому для всего этого нужна крутая коробка передач, более мощная, крупная и более дорогая. Да еще и автомат. Желательно. Поэтому дизель и дороже, трансмиссия должна легко переносить такой большой крутящий момент от дизеля. Иначе, если поставить слабую коробку, как на бензиновом, то просто сломается коленвал. Или просто разорвет коробку. Ведь совсем недавно была ситуация, когда в Тойоте Кэмри 3.5 коробка не могла справиться с двигателем и часто рвало коробки. А более слабая Тойота Кэмри 2.5 справлялась. Поэтому дизельный автомобиль и дороже в производстве. Но почему же тогда покупают дизельные автомобили, спросите вы? В чем преимущество? Ведь дизельное топливо сейчас стоит почти столько же, сколько и бензин. Даже дороже. Раньше в СССР дизель вообще за топливо не считали. Стоила солярка копейки. Но и автомобилей легковых было мало дизельных. Почему солярка стоит дороже? Это же производная нефти. Это же можно сказать отходы нефти, как мазут. Но дизель, которым заправляют трактора, комбайны, грузовики, стоят столько же, сколько и бензин. Почему так происходит? Да потому, что просто владельцы нефти хотят на нас заработать денег. Раньше спроса на соляру не было, сейчас дизеля имеют большой спрос в мире. Огромное множество техники ездит именно на соляре. Потому что дизели износостойкие и дизель-двигатель проще ремонтировать. Владельцу дизеля ничего не надо делать. Просто проходить компьютерную диагностику двигателя и менять изношенные запчасти масла фильтра. Во всем остальном дизель очень надежный. К тому же новые дизели еще и очень экономичны по сравнению со старыми. 4-6 литров на 100 километров. Гибридный дизель вообще может потреблять 2-3 литра. В СССР примерно 80-е годы солярку даже сливали просто в канаву, чтобы водителей автобазы не спалили на том, что они ничего не делали. В свой рабочий день ты должен был в СССР спалить всю солярку и по спаленной солярке видели, что ты работал и мотался по карьерам. А ты на самом деле спал или бухал. А в конце рабочего дня просто солярка сливалась на землю. Бензин и солярку производят из нефти. Из одной тонны нефти делают 200 литров бензина, 300 литров соляры и 500 литров мазута. Из мазута делают битум для кровли крыш и для асфальта. Так вот в этих ректификационных колоннах и разделяется нефть. Ректификация нефти – это процесс разделения бинарных или многокомпонентных смесей за счет противоточного масса и теплообмена между паром и жидкостью. Ректификация нефти заключается в разделении на фракции при нагревании, при этом выделяются фракции, различающиеся по температуре кипения. Сейчас уже научились добывать еще из этой тонны дополнительно 400 литров бензина, то есть 400 литров бензина, 300 литров соляры и 300 литров мазута. Раньше дизеля получалось из этой тонны больше, сейчас из этой тонны получается больше бензина. А покупали дизель не так, как сейчас. Сейчас спрос на дизель возрос в десятки раз, поэтому есть спрос, есть дефицит. И следовательно, товар стоить будет дороже. Еще, почему дизтопливо стоит дорого? Раньше тракторам не нужна была солярка высокого качества, сейчас для диз автомобилей солярка нужна качественная. Также все равняются на экологию, стандарты евро 5-6. Дизель нужно очищать от серы, от примесей, поэтому дизель и дорогой. В мире куча легковушек появилась на дизеле, в США дизельные пикапы. Из одной тонны нефти бензина получается больше, чем дизеля, поэтому дизтопливо и дорогое. Поэтому солярка уже как бы в дефиците. Чтобы дизельный двигатель работал четко и ровно, нужно отрегулировать более точно состав смеси для впрыска. Подобрать момент впрыска, правильное распыление. В бензиновом двигателе все проще. Поэтому при производстве дизеля нужны более сложные системы. Сам набор деталей, которые находятся в дизельном двигателе, обходится дороже, чем в бензиновом. Такой дизельный двигатель более сложный с точки зрения техники. Конечно, если взять самый простой дизель без турбонаддува и самый крутой бензиновый с впрыском и с турбонаддувом, то конечно же дизель будет стоить дешевле. Также по законам в некоторых странах дизельный автомобиль стоит дороже растаможить за счет объема двигателя. Конечно же дизельный двигатель имеет и недостатки. Он больше жрет масло по своей природе. Замена масла нужна чаще в дизеле и доливать масло нужно чаще. Раньше почему покупали дизельные двигатели? Да потому что просто солярка стоила в два раза дешевле, да еще и ресурс двигателя огромный. Чем не удовольствие пользоваться дизельной легковушкой? На более старых дизелях масло нужно менять еще чаще. А масло тоже стоит денег. Дизельные автомобили покупают те, кто много ездят. Также дизель выгоден на внедорожниках, там где нужна большая мощность и есть большой объем двигателя. Бензиновые двигатели большого объема потребляют очень много бензина. У дизеля очень важна смазка внутри и чем лучше работает смазывание, тем лучше ходит дизель. Дизель по природе жрет всегда больше масла, чем бензиновый. Небольшое сгорание масла это допустимо, инженеры это учитывают и часть масла всегда попадает в камеру сгорания и сгорает там. Полностью исправный дизель должен потреблять по паспорту примерно 700 грамм масла на 1000 километров. Полностью исправный дизель расходует намного больше масла, чем бензиновый. В 10 раз больше расход масла у дизеля. Но от этого никуда не деться. Дизель хоть и экономичнее, но больше потребляет масло. Это конструктивная особенность любого дизеля. Принцип работы дизеля таков, что у него более высокая компрессия, повышенные нагрузки и поршни, шатуны, кольца и все это нужно качественно смазывать. Смазка в дизеле расходуется больше и интенсивнее, чем в бензиновом. Также расход масла у дизеля больше будет на тоннажном грузовике, нежели на легком пикапе дизеля, например. Чем лучше будет смазываться двигатель внутри, тем дольше он прослужит. Масло подается на все двигающиеся детали в двигателе, покрывает их масляной пленкой. Дизель при работе нагревается еще больше, чем бензиновый. Вместе с дизелем нагреваются поршни и нагревается эта масляная пленка. Часть масла от нагрева испаряется, часть масла, попадая на поршни, сгорает в цилиндре. Часть масла вообще сгорает вместе с соляркой и выходит в выхлопную трубу. Поэтому дизель так устроен и ничего не поделать. Это явление называют угар моторного масла. Оно просто сгорает, прогорает. Инженеры работают над решением проблемы угара масла, но пока что это очень сложная задача. Также часть смазки выдувается системой отвода картерных газов. Двигатель изнашивается, стираются поршни и газы начинают из камеры сгорания цилиндра прорываться в картер. Там повышается давление и масло жрется еще больше. А если у дизеля еще и турбонаддув, то такой дизель будет жрать еще больше масла, потому что много масла подается на турбину для смазки турбины и для охлаждения. Так что, как мы видим, и тут нас производители соляры обманули. Также расход масла в дизеле может быть при длительной работе на высоких оборотах, будет перерасход масла. Именно поэтому, когда машина старая, двигатель старый, заливают более вязкое масло, чтобы оно не так текло и не так быстро сгорало. Но и слишком вязкое масло нельзя использовать. Также нельзя слишком много заливать масла в дизель. Оно вспенится и попадет в камеру сгорания. Дизель может расходовать масло, если неисправен топливный насос высокого давления, негерметичные уплотнения. Например, на заводе при сборке двигателя перетянули болты прокладки блока цилиндров. Или текут сальники коленвала, течет масляный фильтр. В дизель нужно заливать только то масло, которое подходит по вязкости, 15В40. А если залить 5В40, то опять же может потечь масло через сальники. Изношены маслосъемные колпачки или маслосъемные кольца, или изношены цилиндры двигателя и поршневые кольца. Дизельные авто больше шумят. Из-за высокого давления при сгорании топлива дизель громче шумит, тарахтит. Но дизель считается в каком-то плане более экологичным, чем бензиновый. Также дизель-солярка не возгорится просто так легко, как бензин. И это ваша безопасность на дороге. Также в дизеле не используется система зажигания. Там свечи накаливания. Также дизель при минус 15 градусах перестает заводиться. Дизель перестает протекать через масляный фильтр. Нужно подогревать. Также дизельный двигатель очень долго нагревается и прогревается. И тепло в салоне станет только через 15 минут. Также дизельный автомобиль не боится бродов и воды. Потому что в дизеле электричество нужно только для запуска. Все остальное время дизель можно запустить просто с тычка. Поэтому на хороших внедорожниках и ставятся дизельные двигатели. Однако те, у кого дизель, им нужно чаще менять фильтра, масла и проверять компрессию в цилиндрах. Дизель покупают те, кто планирует проехать на авто более 5 лет. В других случаях просто невыгодно переплачивать за дизельный мотор. Чтобы разгонять бензиновый двигатель, нужны большие обороты. На дизеле же можно просто вскарабкаться на гору с большим грузом. Дизель даже при быстрой езде выдает меньшие обороты. Скорость нужно переключать реже, чем в бензиновом. Дизель лучше себя показывают при обгонах и буксировании каких-нибудь грузов или других автомобилей. Как ни крути, у дизельного двигателя больше вибрация. Выходит, что дизель окупится за счет своего низкого расхода солярки, ведь у дизеля обороты ниже и на низких оборотах расход будет на 20% меньше топлива. Поэтому дизель вам придется заправлять намного реже и на одном баке можно проехать довольно много. При покупке дизельный автомобиль стоит дороже из-за сложности двигателя и наличия дополнительных систем. Давление здесь выше и детали должны выдерживать большие нагрузки. Поэтому замена новых деталей взамен износившихся старых будет стоить дороже. Но дизельный автомобиль со временем теряет цене меньше бензинового. Купив дизель, можно будет его потом продать за более крупную сумму. Он как бы чуть меньше обесценивается. Также дизельный двигатель выделяет на 20% меньше СО2. Но дизели вырабатывают больше вредных выбросов NOx. Дизельный двигатель вырабатывает на 20% меньше. Но поскольку расход топлива у них меньше, то и загрязнять атмосферу они будут меньше. Но если вам нужно перевести тяжелую лодку пикапом или перевести платформу с автомобилем, то дизельный пикап справится с этим намного проще и потратит меньше топлива. Вот именно по этим причинам дизель и стоит дороже. Дизельный автомобиль более универсален. Но пока еще в мире все более-менее гармонично. И чем больше ты заплатишь, тем больше получишь. Меньше заплатишь, получишь меньше и более плохой товар. Более худшего качества. Ну а на этом все друзья. Ставьте пальцы вверх. А с вами были Интересные Факты. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok